Китай Китайцы постепенно осваивают качественное автомобилестроение. Это тоже факт. Благодаря европейской базе и их же корням, многие из китайских автомобильных брендов преображаются и эволюционируют на глазах. К слову, АвтоВАЗ с такой скоростью развития может только позавидовать. Говорить о современных достижениях Поднебесной можно долго. Но давайте все же плавно перенесемся в очень деликатную и крайне высокотехнологичную сферу под названием самолетостроение. Самолет это уже не смартфон и даже не автомобиль. За 3-4 года освоить эту сферу и наладить собственное производство нереально. По большому счету даже 10 лет это недостаточный срок для создания основ собственной школы самолетостроения. Но факт есть факт. Китайцы создали свой самолет пятого поколения. И дали ему имя. Чэнду Джей-20. Какую же информацию о нем мы имеем из доступных источников? Внешний вид очень похож на смесь F-22 и F-35. Все вооружение спрятано в отсеках. А обводы планера созданы с учетом современных требований к технологиям малозаметности. Самым распространенным двигателем на Чэнду является российский АЛ-31ФМ-2 с тягой в максимальных режимах более 14 тонн. Существуют и ранние многострадальные китайские версии этого двигателя. Но о них сейчас не будем. Скажу лишь, что как я говорил выше, из-за отсутствия школы производства с собственными двигателями у Китая было немало проблем. По некоторым официальным заявлениям китайской стороны, летом 2023 года состоялся полет Джей-20 на полностью китайском двигателе, который абсолютно работоспособен, имеет достаточный ресурс и даже имеет ряд преимуществ над российским аналогом. Правда это или нет покажет налет самолетов. Масса пустого Джей-20 составляет 17 тонн, что довольно мало, а максимальная взлетная — более 36 тонн, что довольно много. По заверениям китайской стороны, Чэнду Джей-20 способен подниматься до 20 километров над землей, что, согласитесь, тоже немало. Боевой потенциал самолета в этом случае существенно увеличивается. Заявленная максимальная скорость — 2450 километров в час, что не является рекордным показателем, но в целом, на фоне конкурентов, выглядит вполне достаточным для выполнения повседневных истребительно-бомбардировочных задач. Первый полет Чэнду состоялся в январе 2011-го, год спустя после полета российского ПАКФА, или, выражаясь современным языком, Су-57. Обратите внимание, что я принципиально не перечисляю всех ТТХ китайского истребителя, так как вы при желании можете сами посмотреть это на первой же странице поиска. В нашем случае это пустая трата времени. Нас интересует, откуда взялся этот истребитель, где его корни и на что он реально может быть способен в современном воздушном бою. Немножко истории. В Советском Союзе разработка истребителя пятого поколения началась в 1979 году. Да-да, вы не ослышались, а я не сумасшедший. Именно тогда начала разрабатываться замена изделию Т-10, то бишь Су-27. Основное требование к новому изделию на раннем этапе формулировалось так. Схема утка с треугольным адаптивным крылом и большим количеством отклоняемых поверхностей, обеспечивающих высокие аэродинамические показатели как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых режимах, а также полет на закритических углах атаки. Спустя примерно 10 лет, в 1991 году, проект получает название МФИ — многофункциональный фронтовой истребитель, а основными техническими требованиями к нему становятся Малая радиолокационная заметность, сверхманевренность, сверхзвуковая крейсерская скорость, сокращение стоимости летного часа, новая архитектура комплекса бортового РЭП и новая структура информационно-управляющего поля кабины, оснащение новым радаром с диапазоном работы до 420 километров и способностью обнаруживать цели площадью 1 квадратный метр на расстояние 250 километров. Также радар должен был сопровождать до 40 целей и по 20 вести одновременный огонь. К новым требованиям также относилось наличие пассивной антенной решетки с электронным сканированием. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понять, что закладывалось советскими инженерами и конструкторами в боевой потенциал МиГ-1-44. Именно о нем, как вы, наверное, уже догадались, и шла речь. Но всему, что было создано в СССР на рубеже 80-х и 90-х, к сожалению, была уготована печальная судьба. Разница лишь в том, что, например, Як-141, по слухам, в виде чертежей улетел далеко-далеко за океан, а впоследствии частично реинкарнировался в несколько ином виде. А вот МиГ-1-44 океан не пересекал. И тоже, по слухам, и также в виде чертежей отправился в Поднебесную. Дальше долгая тишина. В Китае, в отличие от России, шуметь вообще не любят. Особенно, когда речь идет о военных разработках. Они, по всей видимости, научились такому поведению у советов. Помните, города, закрытые для посещения иностранными туристами? Хорошо это или нет, оставляю на ваш суд. В заключении хотелось бы обратить внимание на одну деталь. Если посмотреть на планер Чэнду сверху, ну или снизу, то F-22 и F-35 как-то забываются. И на ум приходит именно силуэт МиГ-1-44. Согласны? Смог ли китайский «Черный дракон» реализовать в себе все пункты советского техзадания от 1991 года, мы когда-нибудь все равно узнаем. Ну, хотя бы тогда, когда эти самолеты уже устареют. А как вы думаете, чего в китайском самолете больше? МиГа или F-ов? Пишите в комментариях. Ну, не будем постоянно иронизировать по этому поводу. Хотя бы потому, что J-20 был принят на вооружение уже в далеком 2017 году. А на настоящий момент Китай имеет в своих ВВС уже более 150 этих самолетов. Чего, увы, нельзя сказать о Су-57. Более того, китайцы уже давно делают по лицензии самолеты третьего и четвертого поколения. Некоторые из которых можно в той или иной степени отнести к их собственным разработкам. Они старательно осваивают космос и строят отличные скоростные поезда. А с недавнего времени и авианосцы. В общем, надо отдать должное, китайцы многого добились своим усердием и волей к достижению цели. Вот бы нам хоть кусочек от их усердия и целеустремленности, а им взамен кусочек нашей бюрократии. Вот бы они помучались, а мы бы посмеялись. Ладно, не будем шутить. Китайцы молодцы почти во всем. Я же в свою очередь лишь добавлю, что у меня лично наибольшее уважение вызывает тот, кто является первым и все создает с нуля. Тот, кто является родоначальником и автором. А это, если придерживаться исторической хронологии, европейская, советская, а затем российская и американская школа самолетостроения. Таково мое мнение. Своё вы можете написать в комментариях. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok